20 февраля 1999 года. Япония, Токио. Внимание всего мира приковано к одному феноменальному событию. На ринге сошлись российский чемпион по борьбе Александр Карелин и японский боец смешанных единоборств Акира Маэда. Спорт еще не видел поединка, где бы сошлись настолько разноплановые соперники. Японец хвастался, что сможет нокаутировать Карелина одними ладонями. В итоге раз за разом падал на ринг и хватался за канаты, а русский богатырь вновь остался непобежденным. Инструктор спецназа Максим Рамазанов стал известен после боев с профессиональными спортсменами. Многим казалось, что на ринге у него нет шансов. Действительно, техника, которая хороша в лесу против вооруженных боевиков, вряд ли может быть применима в схватке с кикбоксером или каратистом. Но Максим доказал, русская школа рукопашного боя одинаково эффективна и для спецопераций, и для выступления на ринге. Так кто же победит? Боксер, каратист, спецназовец, а может борец? На самом деле здесь многое зависит не от школы единоборства, а от условий поединка и уровня спортсмена. В уличной драке лучше обладать навыками рукопашного боя, но если противник – профессиональный каратист, то шансов против него мало. Да и вообще, как гласит известная мудрость, выигранный бой – это тот, которого удалось избежать.